Более 1200 тонн столько отходов с мусороперерабатывающего завода вывозят ежедневно в круглосуточном режиме. Это при том, что сюда каждый день завозят около 500 тонн твердых бытовых отходов. За последнее время территорию завода очистили от 7 тысяч тонн мусора. Еще 17 тысяч ждут своей очереди. Анатолий Пахомов призвал ускориться, ведь ликвидировать свалку в спецавтохозяйстве обещали еще к середине сентября. Отхода всегда шла. Просто объем поступаемого мусора увеличился реально на 50%. Вы знаете, что официальные цифры по туристам у нас увеличение на 30%. Итог – скопилось много отходов, которые вывозили со значительной задержкой. Но и это не снимает ответственности САХА, подчеркивает мэр курорта. Тем более, что предприятие от города уже получило средства для покрытия убытков за неучтенный мусор. Вы – это коммерческая организация, которая на себя берет ответственность, правильно? По вывозу мусора из города Сочи, правильно? Почему вы его замусорили, свой мусоросортировочный завод? Вы выставили условия, мы на них пошли. Вы взяли управление спецавтохозяйства. И одна была задача, которую я требовал. Город должен быть чист. Никаких срывов быть не должно. Сочи полностью выполняет свои обязанности по программе «Ноль отходов» и город содержится в чистоте. Мусор вывозят за пределы курорта, но не все полигоны края готовы его принимать. Тем не менее, договоры на прием сочинского мусора удалось заключить с Абинским и Каневским полигонами. А уже в декабре отходы можно будет вывозить и в Белореченск. Решить проблему, отметили на совещании, поможет и строительство края мусоросортировочной станции в ЛАО. Она готова на 70% и будет запущена в следующем году. Впрочем, от мусора нужно очистить не только территорию завода. Результаты мониторинга показали – не все компании тщательно следят за своими объектами. Это, в частности, касается территории подведомственных РЖД. Анатолий Пахомов дает срок за ближайшие несколько дней навести порядок. Город должен, я повторяю еще раз, с учетом того, что он такой туристический, мы должны этому уделять огромнейшее внимание. Это благоустройство, это озеленение. Сегодня на планерке была представлена и утверждена концепция озеленения города. Деревья, пальмы, кустарники, цветы и живые изгороди появятся во всех районах курорта – в парках, скверах и в прогулочных зонах. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.